МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олеся Николаевна Серова, начальник отдела по надзору за следствием в МВД России по Тверской области, прокуратуры Тверской области. Олеся, здравствуйте. Юлия Сергеевна Калошина, старший следователь контрольно-методического отдела следственного управления у МВД России по Тверской области. Юлия, здравствуйте. И Роман Сергеевич Шереметьев, начальник отдела по борьбе с мошенничествами, общей уголовной направленности, управление уголовного розыска МВД России по Тверской области. Роман, добрый день. Добрый день. Недавняя полицейская статистика, уважаемые друзья, которую я слышала буквально несколько дней назад, более 1 тысячи мошенничеств зарегистрировано с начала года только в областной столице. Примерно столько же зарегистрировано краж денежных средств. Причем обман набирает обороты и обличается в разные одежды. Такое ощущение, что стоит только нам немного притупить бдительность, и ты станешь очередной жертвой мошенника. Причем совсем не важно, сколько тебе лет. Ты можешь быть пожилым человеком или совсем молодым. Обманывают буквально всех, и мужчин, и женщин. Это верно, да? Да. То есть у нас все, обману подвержена вся категория населения. Давайте мы вначале скажем, обозначим, что же такое мошенничество. Алисия, с вас начнем. Да, конечно. Давайте начнем с того, что наша жизнь в современных условиях немыслима в принципе без средств мобильной связи, сети интернет и других телекоммуникационных услуг, которые обеспечивают нам доступ к различным сферам жизнедеятельности. Но кроме того, к сожалению, данные обстоятельства создают предпосылки для совершения различного рода преступлений, в том числе и мошенничество. Что же такое мошенничество? Мошенничество — это хищение чужого имущества, либо приобретение права на чужое имущество, которое совершается путем обмана либо злопотребления довериями. Кроме общеуголовного состава мошенничества, который предусмотрен статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, у нас различают отдельные виды мошенничества, такие как мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в сфере страхования, в сфере компьютерной информации и ряд других мошенничеств. Необходимо отметить, что наиболее распространенным видом мошенничества является в настоящее время мошенничество, связанное с использованием электронных средств платежа. Но наибольшую сложность в раскрытии расследования преступлений представляет собой мошенничество совершенно дистанционным способом. Наверное, сейчас дистанционным способом это основной вид. Это вот раньше были мошенничества, когда к тебе приходит какой-либо курьер или сам непосредственно преступник звонит тебе в дверь и контактно с тобой тебя уговаривает и из рук в руки передает деньги. То теперь уже такое, наверное, не встречается. Встречается, но значительно реже, чем дистанционные ощущения. Ну, то есть, на самом деле, чем дальше мы идем, чем больше у нас вот этих вот мобильных средств связи, да, кажется, прогресс шагнул вперед, мошенники не дремлят и придумывают все новые способы. Совершенно верно. А как статистика регистрации преступлений вообще? Я понимаю, что, наверное, каждый день, да, Ром, вы регистрируете преступления такие? Ну, практически, если в среднем раскинуть, то порядка 11-12 преступлений в день. 11-12 в день, это по-нашему верхнему уже? Это по нашей Тверской области. И эти преступления, ведь они характерны не только для нашего региона, это вся страна подвержена? Это проблема всей страны, рост дистанционных хищений наблюдается по всем регионам Российской Федерации, несмотря на принимаемые меры, как нами, так и профилактику, проводимую следственными подразделениями полиции, другими службами, в том числе кредитно-финансовыми учреждениями, остановить этот рост пока не удается. Регистрация, что с регистрацией? Регистрируются все эти 11-12 преступлений в день? Или же какая-то сложность здесь? Нет, обязательно. Каждое преступление, которое у нас поступает, оно регистрируется в установленном законном порядке. За 11 месяцев текущего года у нас на территории области зарегистрировано, если мы говорим про мошенничество, зарегистрировано более 4 тысяч подобного рода преступлений, по которым возбуждены и расследуются уголовные дела. Если преступление регистрируется, возбуждается уголовное дело? Регистрируется сообщение о преступлении, проводится доследственная проверка, по результатам которой принимается решение о возбуждении уголовного дела, либо при наличии определенных обстоятельств принимается решение об отказе от возбуждения уголовного дела. Но по такого рода преступлениям, естественно, в большей части принимается решение о возбуждении уголовного дела. Что у нас с поиском преступников? Как обстоят дела? Если мы будем составлять портрет преступника, мы сказали, что жертвами становятся люди разных возрастов. Кто у нас в основном занимается такого рода преступлением? В настоящее время поиск преступников это довольно сложная процедура, потому что зачастую преступник не находится на месте преступления, он находится в нескольких тысячах километров от места преступления. И соответственно все следы, которые там остаются, это обычно в электронном, в информационном пространстве, которые либо можно уничтожить, либо они как бы со временем сами, скажем так, уничтожаются. По личности преступника, последнее время оно меняется, и раньше, когда зарождались эти преступления, буквально 6-7 лет назад, это обычно были ранее судимые люди, которые неоднократно, которые друг друга обучали этому преступлению, как совершать, и соответственно занимались. Теперь очень часто этим пытаются заниматься, этими преступлениями уже люди, которые ранее не привлекались в уголовную ответственность, потому что, ну видимо, прельщает якобы легкая вот эта вот нажива, да, когда... Но это когда просят то же самое, как с закладками, да? Конечно. Себя нанимают, а то человек ходит как на работу. Вы сейчас совершенно правильно подметили, что привлечение нижнего звена данной организованной группы, если мы берем конкретную ситуацию, с хищениями посредством, под видом сотрудников банка, сотрудников правоохранительных органов, обвлечения людей в данную схему именно начинается с низов, как по наркотикам. То есть через чаты в телеграммах, через чаты в других мессенджерах рассылается рассылка с предложением заработать. При этом этот доход будет связан именно с либо наличием денежных средств граждан, либо с оформлением на себя сим-карт, банковских карт и передачей их пользования именно обнальщиков через курьеров. Таким образом, быть вовлеченным, как правило, в эту схему могут молодежь. То есть преимущественно это молодые люди, от студентов и выше, там, 18 у нас где-то примерно 30-40 лет, это возраст обнальщиков, которые были привлечены к ответственности на территории Российской Федерации. Вот примерно такие цифры по возрасту. То есть это ответственность тоже предусмотрена за это? Для лиц, которые оказывают содействие, в схищении денежных средств ответственность предусмотрена. Мы здесь что-либо, как-либо предотвратить, здесь желание человека заработать. Как мы бьемся над тем, чтобы было как можно меньше закладчиков, но ему обещают, что ты сейчас получишь 5 тысяч, допустим, 10 тысяч рублей, и эти деньги нужны человеку. И он говорит, а, авось пронесет. И здесь то же самое. Здесь схемы разные, смотря о какой категории лиц мы говорим. То есть если мы говорим, в принципе, об организованных преступлениях, которые совершаются группами лиц, как правило, все-таки в хищениях, совершенных с использованием средств социальной инженерии, а это именно звонки от имени сотрудников банка, сотрудников правоохранительных органов, задействовано несколько лиц. Здесь как бы есть определенная иерархия. Конечно, это неорганизованные преступные группы, но тем не менее есть определенные черты. Там, соответственно, нижнее звено, которое непосредственно оформляет на себя карты, не всегда осведомлено о преступной деятельности других участников. То есть человек может и не знать, что он совершает преступление. Ему предлагают приобрести, оформить на себя банковскую карту, либо сим-карту, передать пользование третьих лиц под предлогом легализации денежных средств, полученных на криптовалютных биржах, например. То есть человеку говорят, мы обналичиваем денежные средства, сумма большая, нам необходимо разбить это на платежи, поэтому собственник этих денег через свои карты вывести эти деньги не может. Либо ситуация, когда говорят, что так как мы пытаемся уйти от налогов или пытаемся обналичить денежные средства, полученные в бизнесе, но при этом мы не хотим платить налоги, поэтому нам необходима ваша помощь для вывода этих денежных средств, заработанных якобы законным путем, условно-законным. И таким образом человек, предоставляя свои карты, не всегда знает, что на них будут перечисляться именно похищенные денежные средства. В том числе, в нередке ситуации, когда человеку говорят о том, что на твои деньги будут приходить карты чужие, деньги чужие, и, соответственно, он знает о том, что это деньги похищенные у других лиц, но, тем не менее, продолжает оказывать содействие и помогать в этом. После, соответственно, помимо людей, которые предоставляют свои карты, есть люди, которые обналичивают денежные средства с этих банковских карт, соответственно, таким образом он также знает от схеми в большинстве случаев проблемы доказывания, его осведомленности. В случаях, когда эту осведомленность удается доказать, лица людей привлекают к ответственности. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшой перерыв, потом продолжим, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Говорим сегодня о том, как уберечь себя от мошенников. Юля сказала ориентировочно, да, кто и откуда, как люди попадаются вот на эту удочку, сами становясь преступниками, да? Да. Потакая тем, кто их организаторы, скажем так, вот этого действия. Они оказывают пособничество. Пособничество. И нужно сейчас говорить, что это тоже является преступлением, что за это, если его поймают, человек будет отвечать. Да. Вот пока был перерыв, мы с Вадимом Вадимовичем говорили, он рассказывал, что вам вчера тоже позвонил. Тут был постелефонный звонок и тоже от мошенника, как вы потом выяснили. Давайте мы сразу поясним нашим жителям региона, как с первой минуты и что должно насторожить в этом звонке. Вот вам поступает звонок. На что обратить внимание? Ну, первым делом, если я дам ваш вопрос, первым делом нужно сразу понять, что если к вам идет какой-то входящий звонок и от вас требуют предоставления персональных данных, от вас требуют предоставления каких-то данных по банковских картам, по счетам и так далее, то это сразу вызывает подозрения. Банковский работник, тем более, что вот работники ОМВД, прокуратуры, у них есть специальные, как сказать-то, регламенты работы с физическими лицами. Точно так же и в банке. Банки не звонят просто так к физическим лицам и не предлагают решить проблему по телефону. Любое решение банка, это прийти в офис с паспортом и решить проблему на месте, а не по телефону. Но СМС-ки вы присылаете, да? СМС-ки и оповещения могут быть от вас? СМС-ки и оповещения, в данном случае не от Банка России, а от кредитных учреждений. Дело в том, что кредитные учреждения для удобства пользования своих клиентов рассылают соответствующее сообщение, но в этих сообщениях они никогда не требуют предоставления персональных данных, предоставления паролей, кодов подтверждения, предоставления паспортных данных. И вот это есть внутри каждой кредитной организации. Когда вы оформляете вклад, кредит, когда вы оформляете договоры, которые осуществляют предоставление финансовых услуг, все эти данные находятся в кредитной организации. И кредитная организация знакома с этими данными. Ей не нужно по телефону запрашивать от вас какие-то уточнения. Уважаемые друзья, не первый раз мы проводим вот такой круглый стол и внушаем, убеждаем жителей региона, чего делать нельзя. Еще раз, очередной раз, все, что касается персональных данных, которые на твоей карточке, нельзя. Ни в коем случае. Никому. Какой бы там белый и пушистый не представлялся сотрудник банка, а сейчас еще ведь звонят и под видом сотрудников правоохранительных структур. Да, это тоже стоит отметить, потому что ни сотрудники банка, как уже было сказано, ни сотрудники правоохранительных органов не требуют в срочном порядке проводить никаких операций по вашим банковским картам. Нельзя сообщать данные ни сотрудникам банка, ни сотрудникам полиции. Нельзя следовать инструкциям, данным по телефону о переводе денежных средств, об оформлении кредитов, о снятии денежных средств, отправке их на номера абонентских телефонов, якобы, которые являются якобы безопасными ячейками для ваших денежных средств на время проведения спецоперации, как они сейчас представляют. А, спецоперапия всем прикрывается, да? Да, то есть, получается, сотрудники правоохранительных органов никогда не будут использовать деньги клиентов, в том числе заемные денежные средства, потому что, как только денежные средства клиентам получены, это уже его деньги, а не деньги банка, поэтому ответственность за их сохранность несет клиент. Никогда данные деньги не будут привлечены для проведения спецопераций по телефону. В случае, если не требуется какое-то содействие стороны граждан, обращаются к ним лично, соответственно, процессуальным образом все оформляется, по телефону такие вещи делать никто не будет. Еще раз повторяю, уважаемые друзья, запомните, пожалуйста, ни сотрудники банка, ни сотрудники правоохранительных структур не будут звонить вам и просить вас якобы о помощи, но при этом нужно разглашать свои персональные данные. Это обман. Еще один вид обмана, мы еще недавно совсем говорили, и существует, я знаю, по сей день. Якобы совершилось ДТП, срочно надо, чтобы не возбуждалось уголовное дело, на вашу внучку, на вашего внука или там кого-то близкого человека, нужно срочно, скажем, подмазать сотрудника правоохранительных структур, и тогда вопрос будет решен. Теперь они уже предлагают другую схему. Новая схема заключается в том, что они просят деньги не для взятки, а для помощи, срочной медицинской помощи, операции, что необходимо доставить человека куда-то срочно, платить операцию, оказание медицинских услуг человеку, который получил какие-либо травмы, повреждения по вине родственника, звонившего. При этом также это обман, необходимо обязательно найти возможность связаться с человеком, от имени которого вам звонят, как минимум, либо найти возможность перепроверить данную информацию, в том числе позвонив родственникам, либо обратиться к соседям, обсудить данную ситуацию. Не нужно спешить отправлять деньги неизвестным лицам, даже если вы узнаете, якобы вы узнаете своего родственника. Технологии подмены не только абонентских номеров существуют, которые используются мошенниками, но и технологии подмены голоса. Технологии, искажающие голос, которые заставляют нас сомневаться в том, он это, не он, с учетом состояния стресса, в котором находитесь вы на момент звонка, а также может находиться звонившее вам лицо, как вы предполагаете, вы действительно можете обознаться и узнать в незнакомом человеке своего родственника. Если, чтобы не попадаться, вот еще раз продолжаем. Значит, нам звонит человек, мы вот сейчас обозначили, на что нужно обратить внимание, мы насторожились, лучше прервать этот разговор вообще, не вступать в дискуссию. Потому что, наверное, не каждый человек сможет, вот на самом деле впадать в определенный транс, да, и так, наверное, и бывает, да? Это первое правило, не надо разговаривать с незнакомыми номерами, не надо разговаривать с незнакомыми лицами, надо обрывать звонок, если вам говорят о какой-то организации, от имени, которые звонят, лучше самим найти телефон и позвонить, набрать номер самостоятельно. Это касается как банковских работников, так и других. Вот, кстати, Роман, обращаются к вам люди, вот как вот по взаимодействию с населением области, у вас как обстоят дела и на какие суммы попадают? Что-либо, я знаю, что в последнее время мы уже даже сообщаем, как хорошую новость, эти не попали под действием уже, эти дали отпор действиям, и вот по тем рекомендациям, которые мы даем. Ну, как бы на самом деле стало сейчас в последнее время значительно чаще происходить, когда люди понимают, что в отношении них совершается мошенничество, то есть вспоминают там то, что им рассказывали, где-то видели листовки, еще что-то. Не так часто, как хотелось бы, но уже раньше это вообще, как бы, люди попадались очень часто. Опять же, начинаются различные, появляются волонтерские движения, которые оказывают нам помощь, то есть мы там с некоторыми студентами некоторых факультетов взаимодействуем, они тоже проводят такую профилактическую работу. Банковские структуры, вот мы буквально на днях встречались с ними, соответственно, проводили совещания, также они вовлекаются в эту профилактическую деятельность, в том плане, что сотрудники, взаимодействующие с клиентами, да, особенно там с пожилыми, обращают внимание более пристальное на граждан, которые вдруг неожиданно берут крупные кредиты, снимают все денежные средства со счетов, да, и, соответственно, доводят до них информацию, что вот бывают такие виды мошенничеств, и чтобы человек задумался, то есть, ну, не звонили ли ему кто-то, не просил ли кто-то его сделать. А вообще такие вопросы, вот, Вадим Вадимович, принято задавать в банке, вот вы видите, что приходит пожилой человек, и ему нужна какая-то, какая-то басноосновная сумма. Принято разговаривать и спрашивать, зачем, с какой целью, или это личное дело каждого клиента? Нет, зачем, с какой целью, конечно, спрашивать нельзя, а вот как... Это именно нельзя это делать, да? Конечно, конечно, это денежные средства клиента, и он имеет право делать с ними то, что пожелает нужным. Хочет он купить покупку, пожалуйста, хочет оплатить услугу, пожалуйста. Вот, как сказал Роман Сергеевич, начинает разговор о предположении, не звонили ли вам, обратите внимание. То есть, конечно, любой человек, вот, закончился вклад, пришел, снял, чтобы купить какую-то покупку, и с ним начинает предварительно говорить, а может быть, это вот, обратите внимание, если вам звонили, то, может быть, вот вы точно не... можно, нельзя, а предположить, чтобы человек задумался, чтобы критическое мышление... Эхо, что предположение. Вот, на мой взгляд, вот, надо бы прямиком спрашивать, ну, вот, конечно, нельзя, вот так вот, да? Может быть, большего пользы было? Нет, на самом деле, имеют место факты, когда действительно люди отрезвлялись в них, то есть, с ними заводили беседу сотрудники, и, соответственно, человек понимал, что в отношении него совершаются мошенничества. То есть, такие случаи есть, нам известны, даже сотрудникам банков от имени начальника МВД вручались грамоты благодарности за, так сказать, содействие и то, что предотвратили совершение преступления. Но бывают и случаи, конечно, скажем так, выпиющие, когда гражданам объясняют, они не верят сотрудникам, до последнего, ну, банка имею в виду, до последнего отнекиваются, им объясняют, что только никому эти деньги не переводите, если вы берете. Они кивают, да, не будем, берут, переходят дорогу и тут же по указаниям запихивают в банкомат на неизвестные счета и номера телефонов. Вот мы как раз перешли вот к этим вот телодвижениям, когда некоторые берут по нескольку кредитов сразу, да? За один день умудряются оформить несколько кредитов, причем на удивление им их одобряют. Буквально за два часа пенсионер получает кредиты в трех банках. И это миллионные суммы, наверное, могут быть? Общая сумма ущерба превышает миллион. За 11 месяцев возбуждено у нас уже более 340 уголовных дел, по которым ущерб превысил 250 тысяч рублей, и 107 уголовных дел, по которым ущерб превысил 1 миллион рублей. Ничего себе. Как насчет денег? Вот теперь давайте объяснять. Вот вы взяли кредиты и перевели, тут же зашли, перевели в банкомате эти деньги, которые вы взяли себе же в кредит, да? И что потом? Где вероятность, что эти деньги будут обнаружены и возвращены? Вероятность такая, наверное, небольшая. Давайте начнем с того, что денежные средства на сегодняшний день переводятся, ну, практически мгновенно для физических лиц. То есть, как только человек совершает операцию, буквально через несколько секунд денежные средства находятся у получателя этих денежных средств. Соответственно, если вот в этот момент операцию остановить, то денежные средства вернуть можно. То есть, ситуация такая, что мошенники как раз-таки на это и действуют. Что с их зрением кредитных организаций, которые получают такие или отправляют такие переводы? У них существуют системы антифрод, так называемые, которые подсказывают, когда совершается нестандартная, необычная операция для клиента. Если он никогда не делал этих операций, вдруг начинает делать, то банки приостанавливают такие операции и связываются с клиентами, чтобы клиент подтвердил, действительно он хочет перечислить, это стандартная для него операция. У меня такой случай был, да, действительно так. И в данном случае, если это нестандартная операция, может до трех дней, до трех дней банкам приостановлено быть. Банк в этот момент должен связаться по закону 161 ФЗО национальной платежной системе. Но если по какой-то причине обратный клиент, который переводил денежные средства, не ответит или не будет поднимать трубку, то через три дня банк обязан эти денежные средства перевести по указанным реквизитам. Поэтому сказать, что на 100%, конечно, нельзя, что остановят эти денежные средства. По каким-то признакам остановить можно. Но в большинстве случаев, когда переводится на счета физических лиц, других физических лиц, это как бы операция на сегодняшний день стандартная, она не подвергается сомнению. Когда часто начинаешь это делать, два, три, четыре, пять раз тогда банк приостанавливает. То есть в какой-то момент времени можно приостановить операцию, и эти денежные средства не перевести, чтобы вернуть их обратно. Но не всегда. А потом искать. Да, да, а потом вот искать. Если мы уже говорили, что это симки, однодневки, потом где в другом регионе, а то в другой стране-то искать. Здесь маленько другой нюанс. Все-таки регулярно мы таких людей задерживаем и находим. Но суть в том, что денег уже у этих людей нет. Они их похищают не для того, чтобы хранить и ждать, когда мы к ним придем. Они их похищают для того, чтобы тратить и весело жить. И поэтому максимум, что мы можем, либо там зачастую, как происходит, либо мы изымаем часть денежных средств, либо накладывается арест, выявляется какое-то его имущество. Но, опять же, там, допустим, купленная машина новая на шальные деньги, уже если ее реализовать, это уже меньше денег, чем на нее потрачено. Соответственно, и потерпевший получит обратно. И, опять же, не всегда получается это имущество вернуть. Допустим, вот, например, была забавная у нас ситуация, когда мы в Крыму задерживали группу лиц, которые совершали преступления в отношении наших жителей, граждан Тверской области. У них так же. Они похитили несколько миллионов за пару месяцев. А когда мы их задержали, у них ничего не было. Один был постоянным клиентом игровой зоны Сочи. Он там все деньги оставил. У него даже вип-карточка была посетителя. Сколько он там денег просадет. Другой говорит, вот у меня здесь любимая девушка в Крыму. Она мне сейчас вещи принесет. Она приедет на машине, которую я купил на эти деньги. Приехала девушка. Мы ей говорим, ну, не хотите ли возместить за него ущерб, который купили? Она говорит, да я вообще в первый раз вижу эту машину, я на свои деньги купил. Ничего я возмещать не собираюсь. И поэтому доказать, что именно он купил, это практически нереально. Когда наличка это все. Были факты, что суды отказывали в гражданских исках на наложение ареста на это имущество в ходе следствия и впоследствии в гражданских исках, так как не было доказательств того, что именно на преступные деньги было приобретено то или иное имущество, деньги наличные, принесла девушка, договор с девушкой, соответственно, вопросов. Вот, кстати, по судам, Олеся Николаевна, какая практика судебная идет? Вот у нас до суда доходит сколько, довольно большой процент, или все-таки мало дел? Доказать сложно. Если говорить в целом о судебной практике по мошенничеству, то можно сказать, да, в суду ход уголовные дела, но в основном связанные с хищением, с кражами, с банковского счета денежных средств. То, что касается мошенничества дистанционным именно способом, то судебной практики у нас, наверное, за последние два года не было такого рода уголовные дела. Не было, да? Не отправлялись, да. Выдем? Ну, вы сейчас скажете. Нет, именно касательно, когда... Социальная инженерия, речь идет по социальной инженерии. Да, мы там об этой категории говорим. То есть, когда у нас представляются сотрудники банковских учреждений, например. А, банковские? Да, мы говорим именно про такую категорию, да. Последнее судебное решение, наверное, было в 2019 году. Это Конокольским городским судом. У нас была осуждена группа лиц, организованы преступные группы, которые совершили ряд преступлений. Также подбором номеров звонили гражданам. Да, отправляли смс-ки о том, что необходимо связаться с банковским работником, поскольку их карта заблокирована. Соответственно, доверчивые граждане связывались, сообщали данные относительно банковских карт, пин-коды и так далее. И таким образом были похищены денежные средства. Лица были установлены, осуждены к реальному лишению свободы до 10 лет. Но опять же таки, про возврат денег здесь уже. Хотя суд назначает наверняка, да, компенсации какие-то по украденному денег. Безусловно, при наличии гражданских исков, да, с лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности, возлагается обязанность возместить. Ну тут уже сколько человек заработает в местах лишения неволи, наверное, да, а не то, что он там наворовал. Это сколько человек ожидать? Возвращение, это, наверное, очень мало. То есть буквально, мы говорили недавно с потерпевшим, ему там за год возместили порядка 600 рублей. Хотя ущерб оставил там порядка 800 тысяч. Вот, в 100 раз меньше. Давайте мы поясним, Вадим Вадимович. Вот, допустим, мы все-таки поддались на уговоры телефонные и перечислили деньги. И потом до нас дошло, что мы сделали непоправимую, а может быть и поправимую. Вот кто, давайте ошибку. Может быть, куда-то надо сразу бежать. В полицию писать заявление, в банк бежать. Что надо писать, кому обращаться и тут какие дальше наши движения. Давайте мы разделим это оператором, как это явление на две части. Часть первая. Когда с нас списывают денежные средства без нашего ведома. То есть мы не знали, а с нас списали. Это один вариант. И второе, это когда мы сами списали, а потом поняли, что мы не туда это зачислили. Вариант первый. Если мы не знали, без нашего ведома сделана операция, то закон 161 ФЗ о национальной платежной системе защищает таких граждан. Гражданин в течение суток, после того, как он, гражданин, узнал о совершении такой операции. То есть ему пришли СМС-ка, что деньги списывают, да? СМС-ка. Он получил отчет по счету. К нему пришел отчет по электронной почте. Все зависит от того, как в договоре прописано соответствующее информирование. Либо он сам пришел в банк, чтобы посмотреть свой счет. И увидел, что действительно на счете нету денежных средств, которые, операция, которую он не совершал, проведена. То он должен в течение суток, после того, как он узнал, обратиться в кредитную организацию с заявлением. Кредитная организация обязана вернуть денежные средства, а потом уже производить разборки, кто виноват. Если виноват сам клиент, то его денежные средства спишут. Если это мошенники действительно, тогда уже правоохранительные органы будут заниматься мошенниками. И денежные средства будут возвращать, как вот уже сказали, по факту нахождения такого мошенника. Ага. Но вы сказали ключевое слово вернуть должны, да, вначале? В первый раз, да. Обязательно вначале вернуть. За исключением тех операций по банковским счетам, которые происходят с использованием, по банковским картам, которые происходят с использованием пин-кода. Потому что, когда мы... Либо коды из смс. Одноразовый пароль из смс в том числе. Но без пин-кода из этих без одноразовых паролей, разовых паролей, конечно, операцию не совершить. Это подразумевает то, что клиент должен пин-код держать в таком месте, который был недоступен другим лицам. А разовые пароли, которые приходят в смс или паш-уведомления, пуш-уведомления, как их по-разному называют, они не должны доводиться до третьих лиц. Потому что это та информация конфиденциальная для совершения конкретной операции. Это вот ситуация. За исключением случаев, если уже точно знают, что эти действия с этой картой, либо с этим клиентом, мошеннические. Потому что банки тоже проводят работу, про которую я сказал. И часть операций мошеннических выявляют на ранних стадиях. А вот списывают, когда списывают без нашего уведомления, это кто? Это тоже мошенники? Вот если я, например, не знаю, вдруг с моего счета уходишь? Да, конечно. Подменили номер. Ваши данные стали известны случайно. То есть мои данные стали известны? Не санкционированы до счета. Да, то есть я их никому не говорила, но они стали. Это либо работа вирусных, либо... Нет, почему? Тоже социальная инженерия, как вы говорите. Пожалуйста, у клиента узнают номера банковских карт, например, пин-код или какие-то коды на обратной стороне, и покупают что-нибудь в интернете. Человек ни сном, ни духом, а потом смотрит, а у него денежные средства на счету пропали. Либо, как вариант, допустим, человек может свои персональные данные оставить на фишинговом сайте поддельно. То есть, ну, невнимательно посмотрел, да, там, магазин, платежная система, думал, что данные вводят в настоящей системе, а ввел на поддельном сайте. Соответственно, все данные, номер карты, там... Все коды защитные. Они ушли мошенникам через этот сайт. Да, вот как раз отдельный вопрос. У меня с сайта и двойники. Это тоже сейчас очень актуально. Давайте мы вторую историю дослушаем. Какой второй вариант, когда человек... Да, да, второй вариант, когда человек сам сообщает пин-код. Вот именно тогда, когда ему звонят, и я сама перевожу эти деньги. Нет, когда совершать, это первое. Когда я сама перевожу деньги, допустим. Когда вы сами переводите деньги, в том числе используя пин-код, то для кредитной организации такая операция легальная. Если вы совершаете эту операцию несколько раз, либо нестандартная для вас. Я уже рассказывал, что пин-код организация может приостановить. Но если эта операция естественная, например, вы переводите денежные средства по номерам телефонных счетов, на банковские карты других, которые привязаны к номерам счетов, на других клиентов. И вдруг вы начинаете опять переводить, только суммы становятся больше. И эти операции для банка могут быть по программам, которые используют эти антифродовые программы, они могут быть легальны. Вот в этом случае, конечно, тяжело вернуть денежные средства. Почему? Как только денежные средства зачислены на счет клиента, получателя платежа, они уже не становятся денежными средствами этого клиента-отправителя. Это не денежные средства банка. Это денежные средства того, кто получает. Кому пришли эти деньги? И тут ситуация какая? Конечно, как говорят наши коллеги, самый простой способ – это позвонить клиенту, контрагенту, кому деньги зачислены, и сказать, что вот таким и таким способом денежные средства случайно были переведены на ваш счет. Если с той стороны человек законопослушный, он понимает, что использование чужими денежными средствами это тоже влечет за собой ответственность, в том числе и уголовную, он вернет денежные средства. Но если с той стороны находится мошенник, то маловероятно, что денежные средства вернутся. В том числе этот человек должен написать заявление в кредитную организацию. И кредитная организация должна принять меры, которые у нее есть, связаться с банком, для того, чтобы попытаться возвратить денежные средства, если это возможно. Если возможно, денежные средства вернут. Но опять же, когда с нами работают мошенники, когда мы случайно, допустим, номер телефона ошиблись, и появление домов, это понятно. Надо денежные средства вернуть. Законопослушные граждане всегда делают именно так. А вот когда с нами работают с методами социальной инженерии, мошенники, они же для другого эти денежные средства хотят использовать. Не для того, чтобы вернуть, как сказал Роман Сергеевич, а для того, чтобы использовать для своих целей. Поэтому в этом случае, конечно, есть большая вероятность, я бы сказал, подавляющая, что эти денежные средства останутся у мошенников. Кстати, есть какая-то сейчас, вернее, страховка от мошенников? Вот как-то государство нас оберегает от того, что мы вдруг поддались на действия. Страховку можно оформить клиенту банка, оплатив стоимость услуг по страхованию. Это дополнительная услуга, не банковская. Это услуга страховая. То есть кредитная организация договаривается с какой-то страховой. Страховая компания предоставляет для каких-то услуг финансовых, в том числе услуги по страхованию. Вы заплатили какие-то дополнительные средства, и в пределах договора вот этого страхования вам денежные средства от действий мошенников могут вернуть. Но опять же, это правильно сказали, это дополнительная финансовая услуга, не банковская, а страховая компания. Причем условия возврата денежных средств, они тоже четко прописаны. И когда человек сам относит деньги через банкомат, криминал переводит другим лицам, это не входит, не открывается страховкой, если не предусмотрено соответствующим пунктам договора. То есть надо внимательно смотреть договор, от каких именно мошеннических действий защищает эта страховка. Все внимательно читаем. Да. Все внимательно читаем, это начинается с первого смс от банка, который приходит на ваш телефон. Читаем все полностью, что за смс, о чем. Код подтверждения, может быть, он вам и нужен в данный момент, но вы посмотрите, соответствует ли тот текст, который изложен в сообщении банка, вашим намерениям. Потому что часто банки уже пытаются помогать нам, в том числе в смс-информировании, и они всегда прописывают, за какую операцию, какую сумму, на какой счет вы планируете перевести. И это вам будет известно до подтверждения операции. Найдите время посмотреть сообщение полностью. Полностью. Не только код, который вы видели на экране, и ввели его скорее по указанному вам адресу, но и текст сообщения проверить на соответствие вашим намерениям. Кроме того, банки предусматривают возможность такой пассивной защиты восстановить лимит на переводы. Вы можете сами позаботиться о себе и установить в своем личном кабинете онлайн-банка лимит операций по переводам на день, на неделю. А то есть можно такое, что в каком бы я нездравом рассудке не был, больше 10 тысяч, допустим, я не смогу перевести. То есть мы получаем оплату другое, а именно переводы на счета физлиц, либо на счета каких-то юрлиц, будут ограничены той суммой, которую вы сами для себя определили, сколько, грубо говоря, потерять не жалко. Чтобы в свое время обнаружить пропажу. Если такие операции пошли, так как минимум больше этой суммы они списать не смогут, если настройки были сделаны вами правильно. По договору банковского обслуживания очень много возможностей дистанционного обслуживания, поэтому вам необходимо самим заботиться о безопасности проводимых операций, сохранности своих персональных данных, кодов, паролей. И фишинговые сайты, о которых начал говорить Роман Сергеевич, на самом деле сейчас представляют огромную опасность, так как они настолько копируют сайты оригиналов банков, будь то личные госуслуги. Это вот эти самые сайты-двойники. Сайты-двойники, да. Мало кто проверяет адресную строку. Мы привыкли выбирать первую в поисковой строке ссылку, а оказывается, что это совсем не адрес банка. Это сайт-двойник, который применил определенные технологии, оказался вверху поисковой строки. И мы ввели свои данные и предоставили доступ к ним третьим лицам. Соответственно, используя данные личного кабинета онлайн-банка, будь это личный кабинет госуслуг, возможности мошенников безграничны. Вот возможности мошенников, вот так вот мы договорились с концу программы. И возвращаясь к рекомендации. Да, рекомендации какие-то. По поводу телефонов. Помните, были рекомендации? Ни в коем случае не перезванивать, особенно по тем номерам, которые приходят, с которых вызов приходит. То есть надо остановить звонок, положить трубку и самостоятельно набрать номер той организации, которая вам звонила. Соответственно, с сайта-двойники. Если вы собираетесь где-то использовать денежные средства, ну, например, покупать билеты в кинотеатр, покупать железнодорожные билеты, то, будьте добры, сначала найдите действительно нормальный сайт, той, rjd.ru, например, да, или там сайт кинотеатра. Они все узнавают. Ну, мы сразу поймем, что это нормальный сайт. Положите себе в закладку и пользуйтесь из своей закладки. Не переходите вот по ссылкам, которые по поиску, а переходите по ссылочкам, которые находятся в ваших закладках. И вы можете в избранном или в закладках в разных браузерах, по-разному они называются, создать себе список таких вот, озон, например, не 0z0on, а ozon.ru, чтобы попасть туда именно, куда вы хотите попасть, чтобы приобрести ту услугу, которая вам нужна, а не мошенникам. А тем более сейчас это будет актуально в преддверии праздников. Точно так же, вот как с телефонами, точно так же вот с этими закладками. А искать их очень легко. Ну, например, вы можете использовать ту же Википедию. В Википедии посмотреть организацию, набрать, что такое озон. В Википедии есть полный список, в том числе и сайт легальный. Вот, пожалуйста. Либо на сайте, ну не на сайте, допустим, в помещениях пенсионного фонда, фонда социальной защиты, почта России. Там есть прямо ссылочки, как набирать, какие конкретно буквы надо набирать, чтобы попасть. На сайт госуслуг, пенсионного фонда Российской Федерации и так далее. У каждой кредитной организации свой сайт есть. Эти буквы надо набрать один раз, положить в закладку и пользоваться именно из этой закладки записью. Чтобы не переходить на нелегальные сайты. Я здесь разговаривала, обсуждала эту тему, часто обсуждаемую. Я слышала такое мнение, вот, а все из-за того, что у нас электроники, у нас вот эти вот устройства. Вот были бы наличные деньги, не было у нас ничего, проблем не было. Но, говорю, тогда бы приходили бы к вам личные, отнимали бы эти деньги. Да, они приступы все равно не дремлет. Как раньше же приходили. Мы же в своей жизни упрощаем систему, облегчаем ее. Мы же предоставляем эти электронные услуги для того, чтобы удобство было у человека, чтобы скорость увеличилась, обслуживание. Вот вспомните, мы, допустим, в магазинах приходили и считали рубли, копейки, нам давали сдачу. А тут мы сейчас приходим, телефон приложили и пошли. Все, вот, скорость увеличилась, качество услуг увеличилось. И мошенники пытаются пользоваться нашим незнанием. И уже скорость увеличилась. Незнание, поэтому одно из качественных, как бы сказать, мероприятий, которое позволяет предотвращать, это повышение уровня финансовой грамотности. Так что эти мероприятия... Да, 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 давайте мы немного о профилактической. Вот как, вот такое ощущение, что тут и всех волонтеров недостаточно будет. Нам в каждом углу надо стоять, по каждой квартире ходить. По этому поводу даже здесь просьба скорее к населению, чтобы они были внимательны к тем, кто рядом с ними, внимательной в очереди к банкоматам, к терминалам оплаты, в салонах сотовой связи. Потому что, так или иначе, потерпевшие потенциально, они возле нас ходят, идут с этими деньгами, снятыми в банке, к этому банкомату. И перед тем, как отправить деньги, они какое-то время ждут. Соответственно, если мы услышим, что люди разговаривают по телефону, с кем-то долго что-то им объясняют, как что-то подсказывают, как что-то сделать, не лишним будет обратиться, предложить свою помощь и узнать, уверены ли вы то, что вы хотите совершить. Нужно вам это делать. И кто с кем вы разговариваете. Если вы слышите, что человек говорит, что мне звонят из банка, либо еще какие-то правоохранительные органы, либо начинают человека на том конце провода, говорят, отойди, смени банкомат. То есть пытаются перенаправить, необходимо вмешаться. Это не будет лишним никогда. Тем самым, пусть мы будем с точки зрения этики, может быть, не совсем правы, но с точки зрения эффективности такого вмешательства... Да, здесь уже не до этики. Либо, если это в офисе банка, то необходимо обратить работника банка, кто там помощник обычно ходит и помогает. Там они все проинструктированы. Да, они проинструктированы, подсказать, что, скорее всего, что вот здесь может совершаться операция. Обратите внимание, меня это прям не слушает. Может быть, работника банка послушает. Может быть, да, человек уже знает, как ваши же сотрудники знают, как себя вести в этих ситуациях. Если вот эти мошенники... Рассказывал вчера. В том числе, в том числе. Телефон мошенники часто говорят, никому не сообщайте, только никому не говорите. Это один из первых признаков того, что вы задаваетесь мошенником. Если вы действительно занимаетесь чем-то полезным, но мы понимаем, что этого быть не может, не надо это ни от кого скрывать. Соответственно, ваши действия... Вашими действиями руководят все другие лица. Поэтому необходимо обратиться за советом тех, кто рядом. Если вы сами не можете оценить ситуацию адекватно, лучше дойти до соседей, дойти до кого-то, до сотрудника банка. Потому что вам рассказывают о том, что сотрудники банка в сговоре, они не должны знать о проводимых вами операциях, мы спасаем ваши деньги. Все наоборот, с точностью наоборот. Поэтому нужно делать то, что делать они запрещают. И если в данном случае мы говорим о том же, о мошенничестве с пресловутым ДТП, позвоните своему родственнику. Найдите способ связаться. И еще раз говорим. Найдите способ связаться. В любом случае отправить сообщение, позвонить с другого номера, с номера соседа, с городского телефона, у кого они еще остались. Но найдите способ. Возможно, ваши исходящие будут затруднены вызовами, либо техническими средствами, либо просто в силу определенных моментов. Если вы не дозвонились в первый раз, это не значит, что нужно бежать отправлять деньги. Это значит, что нужно дождаться, пока вам ответят. Нужно попросить, кто рядом находится, жена, муж, бабушка, дедушка, тоже позвонить тому, ради которого деньги вы хотите перевезти. То есть ваш телефон может быть техническими средствами заблокирован, либо какие-то есть помехи. Есть сомнение в умос. Технические возможности позволяют. Да, технические возможности современной аппаратуры позвоняют. И технически, и программным способом помешать вашим исходящим звонкам. Но соседям, тот, кто рядом с вами находится, не помешает, потому что они не входят в перечень тех номеров, которые прослеживаются. Поэтому, если вы попросите кого-то позвонить, допустим, вашему родственнику, какого якобы попала в ДТП, они спокойно созвонятся и поймут, что он может находиться в соседней комнате. Олеся Николаевна, ваше пожелание. Какое вот основное, вот что бы вы пожелали жителям в этой ситуации? Основным средством защиты от действий мошенников, на мой взгляд, в данном случае является внимательность и бдительность самих граждан. То есть граждане должны повышать свою бдительность и внимательность для того, чтобы не совершались противоправные действия в отношении их имущества. И кроме того, я хочу еще обратить внимание на один момент. Очень часто у нас бывают факты утраты телефонов. А в этих телефонах содержится информация, которая позволяет, скажем так, обеспечить доступ к денежным средствам на счете граждан. Поэтому, в первую очередь, если у вас случилась такая ситуация, необходимо обратиться в банк и заблокировать данную карту, чтобы в последующем денежные средства не были неправомерно списаны с нее. Я поняла. Уважаемые друзья, еще один перерыв на небольшую рекламу. Не переключайтесь, еще советы от специалистов впереди. И так возвращаемся к очередному совету. Вот Олеся Николаевна сказала, если потеряли телефон, сделайте так в этом телефоне, имейте, вернее, предположение, что вы его потеряете, чтобы чужая злая воля его не открыла. Там все, да? Да, обязательно. Хотя бы установить парольный телефон. Хотя бы установить, потому что там все через этот телефон могут вынуть всю информацию, которая касается. То же самое с банковской картой. Да, Вадим Владимирович? С банковской картой немножко по-другому, потому что банковская карта на самом деле денег не содержит на себе. Это просто средство доступа к денежным средствам, которые на счетах. Ну, конечно, налево и направо номера и в картинке банковских карт распространять не нужно. Но если есть банковские карты, которые можно приложить, ты можешь купить себе без пин-кода, пойти в магазин и ее рассчитаться. Технологии бесконтактной оплаты, здесь речь о том, что они ограничены той суммой, которая осталась на счете на момент утраты. Да, да. Но, тем не менее, все равно надо зайти в банк и сказать, что я потерял, заблокируйте мне карту. Нет, конечно. Если вдруг вы увидите, что вашей карты нет, либо вам начинают приходить смс-оповещения, либо пуш-уведомления по поводу того, что какие-то операции происходят, а мы рекомендуем, чтобы все, кто пользуется банковскими картами, обязательно подключали себе услугу, уведомления об операциях. Ну, оно по-разному называется, но вы увидите, что начались незаконные списания с ваших банковских карт, сразу же нужно звонить в кредитную организацию и блокировать банковскую карту. Роман Сергеевич, спасибо, Роман Сергеевич. Вы говорили, что были случаи, когда сотрудники полиции, говорили мы, сотрудники полиции, женщины, не делайте это, не переводите это, мошенники, не слушали, не верили. Ну, совершенно верно. Были случаи, когда и сотрудники полиции, гражданам нашим, то есть там ситуация была, что как раз взаимодействие с банками, с некоторыми филиалами налажено, и нам сообщают о том, что выявляются ситуации, что там странная бабушка все время на телефоне пытается перевезти. Мы выезжали, отговаривали, но граждане не всегда нам верили, продолжали, пытались переводить, уходили на некоторое время, потом возвращались на следующий день, и все равно переводили денежные средства. И только после этого до них доходило, что в отношении них совершено мошенничество. Ваш совет, программа к концу стремительно подходит. Ваш главный совет? Ну, вот я присоединюсь к ранее сказанному, что главная преграда – это внимательность самого человека. То есть в 99% случаев человек сам дает ключ и доступ к своим деньгам. То есть если он его не даст, то никакими увещеваниями, никакими техническими средствами в 99% случаев у него не смогут похитить эти денежные средства. Юля, Ваш совет. Звонки о том, что по Вашему подоверенности сейчас банки пытаются получить деньги с Вашего счета либо оформить на Ваш кредит, не должны Вас смущать и заставлять выполнять действия звонивших. Потому что никто по подоверенности не может оформить на Вас кредит и получить деньги с Вашего счета. Это мошенники, это обман, и не нужно поддаваться на провокации. Вадим Вадимович, пожелания жителям региона, чего нельзя делать никогда и к чему прислушаться? Я присоединяюсь к выступающим ранее, скажу честно. Вот первую фразу по телефону дослуживайте до конца, чтобы понять, о чем Вам говорят. Говорите спасибо, кладете трубку, а потом самостоятельно перезвоните в ту организацию, которая Вам звонила. И тогда в 100% случаев Вы не потеряете денежные средства. Здесь держимся за свои средства, стоим стеной, никому не говорим. Профилактическая работа, я поняла, так присутствует. И еще, нужно ли звонить полицию и сообщать правоохранительные органы, что была попытка, что звонили на Ваш взгляд мошенники? Это важно? Можно, нужно звонить, потому что номера все должны быть установлены, должны быть понесены в черные списки. Как банкам, так и правоохранительные органы работают в этом направлении. Поэтому сообщать о фактах покушений в том числе необходимо. Я бы добавил, что нужно звонить и в кредитные организации, потому что кредитные организации точно так же. Номера телефонов, номера электронных почт, сайты, которые такие, очень похожие на мошеннические, передают соответствующее подразделение. Центрального банка, Финцерт называется такое подразделение. Оно эти списки потом распространяет среди всех, кто обратится в этот Финцерт, для того, чтобы они были использованы против вороства, мошенничества, против вороства денежных средств. Спасибо огромное, уважаемые друзья, за участие. Я надеюсь, что у Вас ваши советы пригодятся. Давайте еще раз пожелаем жителям региона, прежде всего, бдительности. Никому не говорите Вашу конфиденциальную информацию. Запомните это, пожалуйста. Спасибо, здоровья Вам. До свидания. Спасибо, до свидания.